здравствуйте друзья сегодня я выезжаю из дома пораньше чем обычно вот хотел показать вам такой не знаю как назвать водичку на стекле это от того что еще не успела прогреться так происходит к вопросу о зиме и вот как мы чувствуем зиму еще и чувствую что в машине прохлада вот я только так залез вот туда бабах и у меня сиденье стоит на таком слабеньком подогреве не не очень интенсивным тоже минутка прошла я так чувствую одно одна часть тела уже прогрелась уже вроде ничего так воздух прохладный и пар изо рта не идет ночью вот вот такие такое у нас утра утра у нас не такое уже прямо раннее утра 8 40 по местному времени утра то есть приближается к 9 выезжаю пораньше сегодня потому что еду к глазному врачу на appointment раз в год значит надо прийти и проверить зрение во первых у меня очки есть выписаны очки и надо смотреть там не нужно ли чего поправить улучшить хотя субъективные набер не чувствую что мне другие очки нужны меня эти вполне устраивать это я бачках только у компьютера сижу то есть все остальное так вот вот сейчас с вами разговариваю без очков еду кроме того есть как бы некая связь между диабетом и зрением вот дай бог не знать если вы не в курсе вот но в принципе есть такая связь то есть диабет может негативно сказываться поэтому они проверяют состояние там я не знаю как медицинских терминов там дно глазного яблока ну вот так вот они смотрят там и такую виду все сеточку из кровяных кровеносных сосудов тоненьких и вот там вот могут возникать там всякие пожелтелости какие-то пятнышки вот пока ничего не было но так дать как от греха подальше нас раз год надо пойти и провериться и вот мне назначили appointment на 9 утра я надеюсь что минут за 15 доедут существенно что произойдет на хайвее то что я редко езжу так рано я не помню честно я с трудом соображаю что там сейчас будет поэтому ну поглядим поглядим если будет много машин то как бы мне не опоздать хотя я в принципе с запасом тут и так мне кажется что еще сказать наш этот самый прием блогера в школе выдающегося вызвал много ажиотаж я сам не ожидал я так для для понту вот и тем более флаги лежат надо надо же как-то их оприходовать чтоб в народ вот а тут прям кто-то мне уже сказал что людмила флорида ялта где-то там признала что это она к нам едет я честно говоря как вам сказать удивлен вообще это секрет эти то есть те люди которые в курсе а в курсе только значит я загадочный блогер еще один человек есть но у нас в офисе конечно ребята знают я потому что рассказал тем кто у нас работает что к нам приезжают прилетает женщина блогер сегодня от хвостовича предложили кандидатуру я даже не знаю чего в нем такого женственного здоровенный бугай так вот если кто-нибудь его видел живьем надо будет рядом с ним как-нибудь снятся чтоб вы видели какого масштаба этот человечище такой здоровенный вот мужичина и какая у него очаровательная ласточка жена молодая вот вот она женственная а он вполне такой мужественный парень вот что еще сказать я посмотрел с большим интересом как мам сын вот эту медитацию об обработала то есть она там какие-то звуковые эффекты к ней и музычку восточную такую там и еще что-то думаю все таки она не зря по 10 часов сидит то есть может быть какой-нибудь матерый обработчик он бы и быстрее сделал но во всяком случае есть явно результат обработки и становится интересно на самом деле смотреть хотя я честно сказать рассчитывал что там будет как бы вся медитация полностью чтобы люди которые смотрят чтобы они могли повторить хотя в общем конечно какие-то основные моменты там попали я очень рассчитываю что кто-то поделает и скажет вот да я научился это делать и мне это помогает и так далее я хочу сказать что те люди которые пишут гнусные комментарии вообще злые по жизни такие как-то неудачные что ли все время им надо как-то компенсировать вот эти неудачи какую-то дрянью вот если они свое я поставят на место вот эту медитацию будут делать им им не захочется делать никакой дряни абсолютно на оборот они начнут делать что-то хорошее и люди которые вокруг них будут к ним совершенно иначе относиться только надо не на минутку поставить я на место а нужно так знаете поддерживать в течение дня вот это быстро приходит если допустим для того чтобы сначала первый раз это сделать может быть нужно там две-три минуты от способности зависит от задатков некоторые мгновенно некоторым нужно время я когда это разучивал мне нелегко давалось а потом уже только подумал уже там вот поэтому просто с тренировкой это становится почти таким постоянным перманентным состоянием человека некоторая благостность на него снисходит и он отдает в мир вот много хорошего они наоборот вот так что я думаю что вот именно этим людям больше всего и поможет вот этот медитация всем остальным она поможет находиться в хорошем настроении и сведет к минимуму тот ущерб который на них производят вольно или невольно люди не такие хорошие вот которые всякие негатив там стресс на них там и так далее вот набрасывают так что такой вот такой вот легкий путь что еще сказать о жизни сша у нас блог правильно значит вот этот врач которым мы едем я на 9 часов у меня поймут а светлана на 930 мы оба сегодня и мы его очень любим вот такой хороший дядька у нас было наверно три или четыре разных мы пробовали там к одному пойти к другому а этот нам очень понравился понравился такой американец душевный дядька и грамотный очень доброжелательный и приборы у него там такие как под космическом скафандре себя чувствуешь и наша страховка мы ее меняли потому что когда год назад обама кер появился то появились индивидуальные планы которые нельзя как сказать нельзя не взять человека то есть они обязаны тебе его дать и цены стали хорошие то есть у нас не страховка обама керовская но у нас страховка который не было до обама кера это это частная нормальная страховка в хорошие известные компании со всеми делами собственно это самое лучшее что у них был и вдруг выяснилось что вот они этого врача почему-то не не покрывают вот раньше покрывала а теперь нет вот поди знай так что да вы скажете а почему медицинская если глазная должна быть страховка дело в том что поскольку диабет то мне положено проверять именно по медицинской страховки не по глазной вот так не покрывает именно этого дядьку нужно какого-то еще идти и мы подумали ну чё мы себе не можем позволить там пару сотен баксов или сколько там я не знаю сколько стоит опойтман вот я вам потом скажу если хотите значит и вот такая жизнь ну хорошо когда есть пару сотен баксов когда нету значит пойдет другому врачу что на самом деле тоже ничего страшного в этом нет они все в общем то вполне квалифицированные и но может быть офис у них не такой красивый шикарный дворец съездов там и так далее но это не так страшно что еще сказать спрашивали меня сегодня вот что я думаю по поводу речи обамы вчера он говорил раз в год президент сша выступает и у нее такая речь называется стоит он за юнион то есть состояние страны до речь о состоянии страны и он пафосно так выступал подаваться и там и все такое ему сложно будет со всеми его пафосом и сама цены потому что все таки большинство в обеих палатах значит так конгресса сша большинство республиканцев труд трудно сказать какое наследие он оставит если будет значит в обход конгресса декреты принимать то есть пока не мол так удавалось в целом с декретами но в том смысле что народ более менее поддерживал и с иммиграционными там инициативами из вот с кубой да там налаживание отношений но все дальше будет мы не знаем у него большие планы в историю человек входит рассказал что мы перелистываем страницу сказать нет больше рецессии забыли про рецессию у нас все замечательно он как бы себе что ли на свой счет видимо записывает то что страна вышла из рецессии хотя в общем-то я бы не сказал что от него тут сильно зависело что-то в положительную сторону скорее даже наоборот то есть могло быть могло быть лучше если бы он некоторые вещи не делал но это но это уже так мое мнение тут сослагательного наклонения нету не работает так вот видите мы выехали на хайвейчик и он так в общем-то медленнее чем обычно движется действительно вот и он апеллировал к среднему классу он сказал что надо поднимать средний класс и надо чтоб все играли значит по общим правилам вот и лучше всего стране когда все значит на общих основаниях что он по этим имел ввиду он имел ввиду что надо с богатых больше налогов брать и и вот есть там один процент населения страны которым относится вот то что он там говорит и он хочет им поднять там процентов на 5 подоходный налог чтобы не получилось что одни сильно богатые другие не такие сильно богатые в общем то надо сказать что либеральная мысль демократическая мысль всегда входит в ступор когда возникает вопрос за чей счет должны происходить хорошие добрые вещи за чей счет вот он говорит что образа обучение в сити колледжах в комьюнити колледжах должно стать бесплатным при том что она практически бесплатно и так то есть я хочу сказать что там настолько субсидировано все государством сегодня что даже смешно говорить о том что там надо еще чего-то субсидировать она абсолютно ну можно сказать что бесплатно я не знаю кого остановили там вот эти три копейки которые надо заплатить и но тем не менее вот они говорят вот он говорит да надо значит чтобы образование в сити колледжах было бесплатно если перевести это на русский язык как бы на российские реалии украинские постсоветские да значит это значит что люди должны бесплатно получать не только среднее образование в школе ноги среднее специально даже сити колледжи очень много профессий всяких там они обучают людей этим профессиям и это уровень ассоции дегри то есть среднее специальное образование техниками то есть эти колледжи можно брать какие-то общеобразовательные предметы которые зачтутся потом в университете при получении высшего образования а в то же время там есть еще и значит профессиональные курсы тоже короче вот это все сделать а на какие деньги и вот когда вопрос встает на какие деньги либерал в этот момент абсолютно теряется потому что где взять деньги он не знает он знает только один путь это отнять и поделить как-то абсолютно экономическая вот это вот скажем заработать как заработать вот как стимулировать бизнес свой бизнес зарабатывал больше денег и платил больше налогов вот вот это непонятно как сделать вот нет такого вот другая крайность и дореспубликанцы которые так делать чтобы бизнес зарабатывал но при этом у них как бы социальный аспект страдает сильно вот поэтому к сожалению нет такой силы или такой партийской про которого можно было бы сказать вот эти вот сейчас они сделают нет как то они так каждый по-своему делают не знаешь даже что хуже но зависит от конкретной ситуации иногда вот это хуже иногда вот так вот страна не то чтоб сильно богатела понимаете то есть да мы вышли из рецессии до нефть подешевела это конечно большое подспорье вот и кроме того растет собственная добыча то есть мы не тратим денег на то чтобы им то есть мы мы все равно импортируем очень много нефти наверное соединенные штаты крупнейший импортер нефти тоже но тем не менее все меньше и меньше денег тратится вот на это это больше большое подспорье и все-таки значит дефицитный бюджет правильно значит давай сейчас еще денег потратим но это вопрос откуда деньги то говорят а вот эти один процент паразиты ну можно так паразитами не называют но понятно же что честным путем столько не заработаешь но вот как бы ну а даже если и честно заработали это же не повод не поделиться правильно если другой не может заработать вот давайте сейчас сделаем бесплатно да city college вообще если меня спросить это не какой-то символ неэффективности в государстве то есть вообще государственные программы они на редкость не эффективны потому что они дорогостоящие и они как бы не нацелены на результат то есть результат декларируется как цель но дальше всем пофигу и бюрократическая машина работает сама по себе и в этом смысл бюрократии то есть не для того бюрократия чтобы там кому-то перепал ну чё там конечно что-то там что-то в основном разжирается внутри этой машины например вот у нас есть государственная система почтовая это самая самая неэффективная и самая дорогая из почтовых систем то есть частные почтовые сети они лучше работают намного то же самое с образованием государственные школы самые неэффективные они они тратят много денег и у них там все есть вот чтобы потратить много денег они там бенефиты всем сотрудникам там уборщица в школе например получает больше бенефитов социальных чем допустим я не за там программист microsoft но но дальше вы здесь у школы плохие вот а учат плохо даже там а на то не хватает на это не хватает классы переполнены ну зависимости от местности где-то переполнены где-то нет у нас вроде еще ничего тут так вот и city college то же самое это такой исчадие такого неэффективного социализма затратного вот ходят люди и поскольку там все это даром эти классы субсидированы государством сегодня они субсидированы в калифорнии вот там речь шла о банкротстве штата несколько лет назад так вот из этого банкротства 85 процентов приходилось на систему образования и который мало то что дорогая так еще и неэффективный совершенно ничего хорошего там как бы она не производит особо так вот city college вот вот такая фиговина ходят люди вместо того чтобы работать и учиться или просто работать или там скажем учиться но когда ты платишь свои деньги за образование ты хотя бы соображаешь чего тебе надо и чему ты хочешь учиться и так далее а здесь и думать не надо так вот раз пошел и давай вот поэтому что тут сказать хотят чтоб совсем ничего не стоило чтоб еще больше денег и чтобы непременно угрохотить ни на что потому что если на что то то уже конечно не так интересно что тут говорить вот я оптимистичная они это не не жалуются ну что друзья я приближаюсь к цели моего путешествия сегодня поэтому значит ухожу из эфира и желаю вам значит хорошо провести время кому с утра до вечера кому допустим с вечера до утра вот а потом мы с вами снова встретимся у меня еще одно видео я с утра снял про стройку вот тоже повешу примерно в то же время вот так дорогие друзья выглядит пациент глазной клиники когда его выпускают наружу так мне закапали в глаза и у них надо сказать есть сейчас такие капельки которые реверс делают то есть ускоряют возвращение зрения ну в смысле размера зрачков в нормальное состояние но я как-то подумал что я обойдусь без капелек не хочется лишний раз ничего капать в собственные глаза этот продукт эти капельки в 2002 году сняли с производства потому что они коммерчески не были успешны то есть как бы в медицинском плане к ним претензий не было а коммерческом что-то не получалось их продавать как народ не пользовался их вообще сняли а сейчас снова начали делать вот я год назад тоже ходил не было таких сейчас вот есть но ведь как вроде есть на тоже коктейль люди не очень любят себе закапывать я про себя так что что я подумал какое удивительное оптометрическое оборудование сейчас знаете вот когда там сидишь у него в офисе этого доктора сегера на удивление я могу слушать сколько лет уже в бизнесе он говорит вот 40 я говорю вот когда ты начинал вот такой же мужик возрасте я вот и когда начинал ты это ты помнишь чего было ой говорит он ты себе представить не можешь закапывать в глаза нам не разрешалось там глаукому лечить нам не разрешалось только физишен мог там лечить и вообще вот как бы ничего не разрешалось приборов толком там никаких не было а я-то помню вот как скажем 40 лет назад я хорошо помню чего было вот когда приходишь там к врачу но это правда в ссср было но тем не менее там а что там было вот закрой глаз закрой глаз и такое зеркало у них тут было с дырочкой вот он тебе туда светит и смотрит и вот собственно на этом все заканчивалось а сейчас вообще такие приборы боже они сканируют они фотографируют они тут же на компьютер выводят и он там лазает значит смотрит нет ли там где-нибудь на глазном яблоки там в глазном дне чего-нибудь такого и там все сосудики и боже мой чего только там не творится как они подбирают значит эти линзочки потрясающие и мне сказали не хочешь не надо но в принципе вот мы тебе выпишем очки для вождения я в принципе никогда не не водил в очках но он меня вывел на улицу и мне так прицепил вот свой макет и будет но чувствуешь разницу я бы чувствую действительно разница была ощутимая вот в четкости восприятия вдали и я подумал пусть будет потому что все таки дорога место опасно и мы ничего такого не делаем более опасного чем вождение автомобиля но если только там бог что с парашютом прыгать я не знаю вот аятка точно нет и поэтому это все таки не только наша безопасность но и безопасность других людей поэтому я подумал что правильно будет такие очки иметь и как бы может быть придутся и так как-то я почувствую что в них приятнее водить дело то что очки такая штука что не всегда хочется пользоваться мне первые очки выписали наверное лет десять назад и лет пять я не пользовался очками у меня были но я их надевал и я не чувствовал что я хочу это это делать и потом был какой-то момент один бух щелк я вдруг понял что я у компьютера буду теперь сидеть в очках то что мне мне лучше я не напрягаю зрение и так далее в принципе если вы немножко прищурить из да то есть тоже эффект есть но это как-то в один день произошло уже пять лет спустя после того как у меня очки там лежали в ящике так что дело такое конечно лучше быть молодым и здоровым чем не таким молодым и в очках давайте но с другой стороны надо быть признательным за то что есть потому что то что сегодня есть может завтра послезавтра и не быть тоже поэтому я так на позитивной волне радоваться тому что есть так свое местечко мне тут освободилось ну-ка да прям тут и встанем ну что же друзья я прибыл для прохождения срочной службы бессрочной на место работы вот так что и всем вам привет